Друзья, приветствую всех на канале AtomonoFly. Сегодня снимаю свое очередное видео. И сегодня я встречаюсь с соавтором канала Марамойщики в городе Ваймарт, недалеко от домика Гёте. Перед нами сидит соавтор канала Марамойщики. Расскажи себе, как тебя зовут, откуда ты приехал? Меня зовут Федя. Я приехал из Петербурга. Вы потом запикаете, да? Да-да-да. А скажи, как возникла идея создать канал Марамойщики? Такое странное название, первый раз его слышу. Ну, это началось с того, что сначала я вступил в кружок анонимных марамойщиков. Когда человек... Хотя нет, вот я хотел сказать, что когда человек мало зарабатывает, то ему и тратить как-то нужно поменьше. Но с другой стороны, автор канала Марамойщики, с автором которого я являюсь, автор это Саша, у него есть собственный канал, Alex Speech называется, в котором он рассказывает о том, где он бывает и как прожигает эти деньги, которые он зарабатывает. Вот он вроде бы зарабатывает много, но... Хотя по каким... Смотря как судить, да? Ну да, то есть как бы кому-то много, кому-то мало. Да. Ну вот мне, например, много было бы. Не то, чтобы я отдал бы половину, если бы я зарабатывал как Саша. Но, знаешь, вот что-то в душе такое есть, которое... Да, ну вот понимаешь, да, 30 секунд паузы на размышления. Есть некое такое вот шильце в мешке, которое не дает просто спокойно пойти и заплатить. Хочется... Воспользоваться чем-то таким, да, более доступным, может быть. Да, ну вот, например, вот тот же анекдот-то был про новых русских. Новый русский хвастается своему новому русскому товарищу, что он купил галстук за 1000 евро. А новый русский... Второй ему отвечает, ну ты дурак, я же вот точно такой же купил за 2000 евро за соседним углом. А тут наоборот получается, что, например, ты съездил, например, слетал из Санкт-Петербурга в Хёльн за 2500 рублей прямо из Санкт-Петербурга прямо в Хёльн. Ну, другое дело, что обратно ты добирался за 12 тысяч. Ну, это не важно. Ну, вот туда ты улетел почти даром. И можно похвастаться, что у тебя столько денег, что ты можешь потратить 12 тысяч на перелет. А можно похвастаться, что ты где-то нашел возможность сэкономить 9 с половиной тысяч. И обе эти возможности, в принципе, приносят удовольствие мозгам. А вот почему марамойщики? Я первый раз слышу это слово марамойщики. Как возникло название вообще канала «Марамойщики»? Автор этого названия, конечно, Александр Сергеевич. Но не наш, бородатый, а не наше всё, точнее, которого, кстати, говорят, никто не убивал, а просто отправили в командировку в Европу, погуглите поперечного. И Александр Сергеевич, Алекс Спич, автор канала которого, с автором которого я являюсь, канал «Марамойщики», это он придумал. Ну, что такое марамойствовать, например? Это выкраивать, выковыривать какие-то мелочи, при этом оказываясь в ситуации, что ты наэкономил на копейку, но потом потерял на миллион, ну, может быть, хотя бы время своё потратил. Это марамойство. Или когда ты душишься из-за каких-то относительно небольших сумм, хотя, в общем-то, душевнее было бы на эти суммы внимания не обращать. Ну, а марамойство – это совершенно отрицательное свойство, черта характера, которое мне лично не нравится. Я люблю халяву, но очень не люблю ею пользоваться. То есть, мне, в принципе, нравится что-то, не платить за что-то. Наверное, всем, многим нравится. Ну да, то есть, как бы это присутствует в каждом человеке, в душе каждого человека, чтобы получить что-то более дешевле и выгоднее, чем на самом деле это стоит. Но при этом есть некий ограничитель, когда ты понимаешь, что если тебе человек что-то даёт, то при этом не просит ничего взамен. Ну, это как-то подозрительно. Ну да. Либо ему нужна твоя душа, либо твоё тело, либо... Ну, моё-то не нужно никому. А молодым девочкам красивым конфеты не берите у дяденек. Ну и у тётенек тоже не берите, потому что сейчас... Ну кого не берите. Да, сами зарабатывайте, идите. Сейчас вот говорят, проституцию легализуют. Вот идите, зарабатывайте себе на конфеты сосательные. А вот расскажи, чем ты вообще занимаешься в жизни? Какой образ жизни ты ведёшь? Может быть, есть какие-то увлечения у тебя? Я хотел сначала сказать, о, давай этот вопрос пропустим. А потом подумал, а что пропускать-то? Ну вот, мне, например, очень нравится заниматься академической греблей в какой-то момент, период трагический в моей жизни, когда я вернулся в родной город Санкт-Петербург после бурных путешествий. То есть ты путешествовал по стране, по России? А нет, съездил в Москву. А ты с путешествием в Москву было? Да, ну это такое, знаешь, как из Петербурга в Москву, как вот у Радищева или Бердяева. У одного из русских писателей. Ну вот, у него там путешествие в Москву длится сколько? Несколько месяцев, что ли? Ну, я, в общем, тоже претерпел много переживаний. Да, вот так вот. А потом мне нечего было делать, потому что я уезжал почти на два года. То есть я возвращаюсь и... Ну что делать? А так как все нормально, деньги есть, то, ну, соответственно, я занимался... Ничем не занимался довольно долго. И друг сказал, вот помнишь, я тебе рассказывал про академическую греблю? Есть у нас такой клуб, приходи, занимайся тоже. На улице воздухом подышишь. Я увлекся очень, благодаря нашему тренеру. И, кстати, на «Маромойщиках» есть один сюжет, который полностью, конечно же, полностью не раскрывает тему академической гребли. Ну, он посвящен этому, да. Этот сюжет я видел, это снят в Петербурге, по-моему, да? Ижора, да. Да, да. Мне кажется, что это уже даже район города стал теперь. Но это не точно. Усть-Ижора, какой-то поселок, где большой и сытый мэр должен как-то осваивать бюджеты. И вот он нанял таких ребят, как мы, которые мало того, чтобы покатались на лодочке с удовольствием, под дождем, конечно, проливный ужас. Но там интересный сюжет. Да, очень интересный. И, как бы, я ссылочку в любом случае оставляю на ваш канал, и кому интересно, могут перейти, посмотреть в любом случае все видео. А это видео очень интересное. Мы были там переодеты. Да, да, да. У нас были мы прям ряжеными. Да, да. Мы просто «Маромойщики», а ряженые «Маромойщики». Да, ну, «Маромойщики», да. Возвращаемся к вопросу-то. Или мы уже раскрыли. А, да, значит, есть отрицательная фаза. Вот «Маромойство» – это отрицательный, безусловно, элемент любого общества. Но есть позитив, когда ты свою жадность и купердяйство превращаешь в нечто радостное и веселое. Ну, развлекаешься. Ну, да, да, да. Это своего рода развлечение. И, как бы, некоторым даже, может быть, оно и нравится, да, такое вот, как бы, увлечение. Ну, 60 человеком, подписанным на канал, это, скорее всего… То есть, у нас нету столько бабушек и мам, которые бы могли подписаться или сделать фейковые аккаунты, чтобы подписаться. Хотя можно их попросить. Чтобы они сделали аккаунты и подписались. Ну, да, ну, вот есть какие-то 60 человек. А у Саши Спич вообще человек, где есть, подписан на его личный канал о путешествиях и хобби и развлечениях. А вот ты еще расскажи, какие у тебя еще есть увлечения, кроме гребли академической, какие еще есть увлечения в жизни? Поболтать люблю. Поболтать люблю. Тоже хорошее, как бы, хорошее занятие. Вообще, мне очень нравится природа, когда солнышко светит. Нет, ну, как бы, природа, да. Природа, она нравится, конечно, не всем, и многие не замечают тех мелочей, которые окружают нас. Но я один из тех людей, которые замечают все-таки мелочи. Я думаю, что ты тоже такой же и замечаешь те мелочи, которые многие просто-напросто не видят, которые находятся вокруг нас в повседневной нашей жизни. Да, да. В Аймаре, например, есть розовые каштаны. Есть. Это не в том смысле, а вот именно каштановые деревья, которые цветут розовыми соцветиями. А в Санкт-Петербурге, например, высаживают только белые. Там, да. Не знаю, почему они синие, бело-голубые. И множество. Улитки тут, например, вот такие вот огромные. И, в принципе, наверное, если у человека есть опыт в приготовлении пищи, то он тут не пропадет в любом случае. Можно питаться, живя совместно с природой. Подножным кормом. Мой следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, где ты увидел видео, мои видео и узнал о канале Atom Man of Life? Ну, вот ты же меня спрашивал про Германию. Или ты меня не спрашивал про Германию? А, ты меня спрашивал, что мне нравится. Да. Спас, что мне нравится Германия. А, да, я тебе прямо так и ответил. Мне Германия нравится и цветочки, конечно. Я начал искать информацию о том, как же лучше в Германии жить, поживать. И как не наступать туда, куда уже кто-то наступал. И об этом уже рассказал кому-нибудь. Ну, и сначала это были разговоры с редкими знакомыми. А потом, боже мой, я же больше всего на свете. Вот, кстати, ответ на то, что мне нравится. Я очень люблю YouTube и прочую ерунду смотреть. А YouTube это, ну, такая, такой кладезь всяческой информации. Там можно научиться варить пельмени или жарить блины, или прожаривать мелонова. И вот я и начал искать. Расскажите мне, пожалуйста, про тюрингину. Тюрингин, да, тюрингин? Пожалуйста, рассказали мне. От дома и об этом Ляйпциг, Берлин. Люди приезжают, уезжают. ПП, ауслендеры, аусзитлеры, флюхлинги и прочие такие люди. Куча всяких репортажей. У одних вода, и воды столько, что захлебываешься. Невозможно не диссануть. У других все по существу, но не по моему вопросу. Я это не задавал, а они это рассказывают. Ну, что это слушать? Вот так отсеивал, отсеивал. Ну, нельзя, конечно, сказать, что много людей рассказывают про Германию. По крайней мере, в топчиках, наверное, в топчиках, их довольно мало. И в основном это, конечно, какие-то автоблогеры, где дешево купить, как дорого продать. А прожилий маловато. Ну, и, наверное, самое интересное, то, что соседние города оказались. Где Тюрингина живет? Тюрингина, которая ина, да? Ну, да. Она живет в земле Тюрингия. Да, да. А город? Город называется Нортхаузен. Ну, я не знаю, где он находится. А вот про Апольду знаю. И... Ну, это вопрос-то мне уже не задавал, получается, да? Как в Ютьюбе, да? Как нашел запросы по Тюрингии в частности и в целом по Германии. Расскажите, что, как вы живете тут. Желательно на русском, чтобы быстрее уфаивалось. Чтобы можно было смотреть это на ускоренной перемотке. Да, это очень интересно, конечно. Ясно, хорошо. Я хочу сказать тебе большое спасибо за сегодняшнее интервью. Сегодня мы плодотворно пообщались. Ты рассказал, кто такие муромойщики. Мы узнали, что это за люди. Рассказал, где ты нашел мой канал в интернете. Так, красивая девушка, да? Ты посмотри на него. И, как бы, очень-очень у нас хороший, плодотворный получился сегодня разговор. Я тебя благодарю за сегодняшний разговор. И думаю, что многие узнают о канале муромойщики из этого видео. Потому что все ссылочки будут под видео внизу. И также узнают о канале Александра. Да, потому что я соавтор. Да, ты являешься соавтором. Александр Сергеевич автор. И о канале Александра тоже многие узнают. И если придут по ссылочке, которая будет в конце этого видео. Бери свой путь, по которому ты шел бы. Жил бы, верил бы, был бы. Смог бы идти, ощущая цель впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!